Приветствую вас, интернациональная аудитория! Сегодня я хочу показать на острове Икории габионный камень. Что с него можно сделать? Да все, что угодно! Перейдите по ссылке, посмотрите, как мы делали во Владивостоке с габионного камня. Теперь я вам хочу показать, как сделаны круговые колонны и подпорные стены с габионного камня. Подпорные стены Антоем могут строиться по-разному. Можно строить и делать независимо от того, какой камень. Можно с одного же камня сделать очень красивую картинку. И с того же камня можно загадить участок. Вы видите, что на этом участке камень положенный не сильно хорошо, но за счет его структуры, за счет его необычности, красоты, дикости он смотрится прекрасно. Здесь практически нету присутствия бетона, но присутствие цветов украшает каменную подпорную стену. Если вы поднимите глаза выше немножко, вы увидите круговые колонны, бутовые, с габионного камня. Как они делаются? Хоть вы на сухую положите, хоть вы внутрь раствор положите, хоть вы по уровню выставите, по отвесам. Вы можете сделать это по шаблону, по уровню. Вы можете сделать это просто на глаз, и это будет смотреться очень красиво. А вот, когда существуют такие работы, когда нужно сделать под старинку, там ничего не надо, даже уровень не надо. Что-то скажет, как я положу, если не знаю как. Да вот, просто можно нитку натянуть и вперед. Клади камень на камень. И даже немножко большой фракции можно взять. Смотрите, как здесь. Большая фракция поставили, вокруг обложили. И красиво смотрится. Смотрите, не обрабатывая. Даже во внутрь моете лить раствор, чтобы не разошелся, потому что на него тоже давит земля. Там колонны положены вообще с мелких камней. Именно с мелких камней можно делать чудеса, потому что мелкие камни, их не надо сильно обрабатывать. Где-то немножко подправил, и вперед-вперед-вперед-вперед. И так же самое я смотрю, у человека с камня выложено. И выложено довольно много. Красиво сделано. Красиво, потому что сам камень придает красоту. Сама дикость придает красоту. Он вроде неровный. Но он вот положенный вот так даже. Эти мелкие. Вот его даже разобрать. Просто если у вас зазоры какие-то есть, вы берете вот такими камушками. Вот как я достал ведро, вы берете. И потихонечку, потихонечку забиваете, забиваете эти расшелины. Расклиниваете как бы камень. И все, это будет вечно. Это будет стоять и очень долго. Ну вот так, вот так мастера, вот так подписчики. Потому что многие люди хотят строить. И есть камень, допустим, вот через оврах камня полно. А как делать не знают. Ну вот, вот так делайте, и все у вас получится. Все будет классно. Любой камень, он уже смотрится дорого, чем вы будете заливать бетон. И будете ходить по этому бетону. И как-то не то. Натуральный камень, вот это уровень. Многие состоятельные люди, они не позволяют, чтобы у них во дворах был бетон. Чтобы его было видно. Потому что камень придает статус. Все, стройте из камня. Все, стройте из камня. Все, стройте из камня. Все, стройте из камня. Все, стройте из камня.